С 1 августа Социальный фонд России по Самарской области увеличит страховые пенсии жителей региона. Беззаявительный перерасчет коснется работающих пенсионеров, за которых работодатели в 2023 году уплачивали страховые взносы. Скорректируют пенсии по старости, пенсии по инвалидности, пенсии по потере кормильца. Августовский перерасчет пенсии зависит от зарплаты пенсионера. Чем она выше, тем больше будет увеличена выплата. Максимальная прибавка, пенсионный коэффициент равный трём. Стоимость коэффициента зависит от года, в котором гражданин оформил пенсию, информирует телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Тот же телеграм-канал сообщает, что двор номер 18 по улице Осипенко признан победителем первой всероссийской выставки проектов благоустройства, а у нас во дворе. Отправной точкой благоустройства двора стала программа формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жильё и городская среда». В 2018 году были установлены лавочки и урны, сделано ограждение, проезд и парковка. Жители не остановились на достигнутом, и тогда на помощь пришёл губернаторский проект «Содействие». Как рассказал председатель ТСЖ Алексей Сорокин, двор участвовал в проекте с 2019 года, и с каждой победой территория становилась всё уютнее и зеленее. В этом году во дворе ожидается реализация ещё одного проекта. Самарский регион вошёл в первую десятку субъектов страны по объёмам использования зонтичных поручительств корпорации МСП. За первые полугодия бизнес Самарской области привлёк более 4 миллиардов рублей на своё развитие. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель вырос в 1,7 раза. Инструментом поддержки воспользовались 507 представителей малого и среднего предпринимательства. Бизнесмены активно привлекают возможности, созданные для них как на уровне региона, так и на уровне федерации. Это в том числе продукты корпорации МСП, льготное кредитование, гарантии, удобные зонтичные поручительства, которые покрывают до 50% суммы банковского кредита и позволяют предпринимателю получить его даже при отсутствии необходимого залога, сообщает телеграм-канал городского департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Телеграм-канал Ленинского района публикует адреса пунктов общественного приёма граждан для сбора обращений в адрес главы Самарской области Вячеслава Федорищева. Пункты приёма организованы по адресам Самарская 203, Садовая 225, Чернореченская 49а. Время работы с 9 до 18 часов. Суббота, воскресенье, выходные.